Привет! В этом видео мы поговорим об атаке Трамповского, или как его еще называют дебют Трамповского. Начинается с ходов в d4, черные отвечают конь f6, пока что не определяясь, какой пешкой они будут играть. И здесь вместо привычных ходов c4, конь c3, скажем, или хода слона f4, лондонская система, белые играют слон g5. И перед нами дебют Трамповского, который назван в честь Октавио Трамповского, бразильского шахматиста 20 века. Наверное, у этого дебюта две идеи. Первая это сбить соперника напрочь с теорией, свести его к позициям, которые ему не знакомы. То есть черные уже не могут играть ни защиту Грюнфельда, ни староиндийскую, ни защиту Немцовича, ни ферзевый Гамбит и так далее. И вторая идея это в целом получить удобную для себя позицию, примерно как в лондонской системе, пробить коня на f6, неважно чем побьют черные. То есть, допустим, небольшая зарисовка, допустим, что черные сыграют d5, что считается хорошим ходом и одно из основных продолжений, скажем, слон f6, efe3. То есть белым спешить некуда, у них долгосрочные планы, скажем, слон d6, c4. Идея вызвать ход c6, разменяться на d5, играть на слабости, потому что у черных сдвоенные пешки, изолятор в центре. Ну и в целом белые рассчитывают разменять побольше фигур и перейти в вейншпель, где у них будет комфортная игра на слабости. То есть в большинстве вариантов белые хотят побить коня на f6 и просто продолжать играть. Какие возможности здесь есть у черных? У черных много здесь ходов, наигрывается и на высоком уровне, и на любительском уровне. Основной ход в этой позиции за черных это конь e4. Принципиальное отступление. Черные стремятся уклониться от сдваивания пешек, атакуют таким образом белого слона. Но помимо этого хода встречается и ход e6, и ход d5, и ход c5. Обо всем по порядку поговорим. Также, кстати, встречается ход g6. И посмотрим, допустим, ход e6. Ход вполне логичный, вполне естественный. Один из основных ходов как на любительском, так и на профессиональном уровне. Пользуясь связкой, белые захватывают центр ходом e4. На любительском уровне чаще всего здесь играют слон e7, пытаясь уйти от связки. Но тогда получается очень классная позиция за белых, потому что после хода e5 конь вынужден отступать. Конь d5, слон e7, ферзь e7 бьют чаще всего. c4, прогоняем коня, конь b6, конь c3. Ну и белые выходят из дебюта лучше, чем черные. Определенное пространство в центре, комфортная игра. И вряд ли это то, что хотели черные. Поэтому после хода e4 сильнейший ход это все-таки ход h6. Тогда после хода слона f6, ферзь f6, конь c3. Допустим, слон b4, ферзь d2. Возникает неясная игра с обоюдными шансами. И, в общем-то, это продолжение мы тоже рассмотрим в отдельном видео, более детально, более подробно. Вернемся к ходу слон g5. Как я уже говорил, черные могут сыграть и d5. В этом случае после хода слона f6, e, f, e3. Слон d6, c4. У белых план простой. Разменять побольше фигур, создать изолятор в центре и играть на слабости. Поэтому, возвращаясь к ходу слон g5, посмотрим ход c5. Очень любопытный ход. Все равно слон f6. По-разному здесь могут отвечать черные. Основное продолжение это бить gf. Таким образом, чтобы в будущем был где-то прорыв в центре. По-разному могут ответить здесь белые. Ну, основное продолжение это играть d5. Тогда следует ход ферзь b6, нападая на пешку b2. Ферзь c1, защищая пешку. f5, с идеей слона на g7 поставить. Скажем, c4 пока что подкрепить в центр. Слон g7 висит на b2, поэтому конь c3. Опять-таки, возникает сложная игра. Острая игра с обоюдными шансами. Опять-таки, это продолжение мы тоже более детально рассмотрим в следующих видео. Ну, после gf можно было сыграть и dc. Тогда ферзь a5, конь c3, ферзь c5. Опять-таки, возникает примерно равная игра с обоюдными шансами. Возвращаясь к ходу слон g5, ну, g6. Вполне вообще естественное, стандартное продолжение. Играя черными. Я сам так периодически играю черными против дебюта Трамповского. Следует слон f6, ef, e3. Опять-таки, у белых достаточно простая структура. Понятный план. Слон g7, g3, например. С идеей поставить слона на большую диагональ. Рокировка. Слон g2. Допустим, d5, ограничивая действие белопольного слона, захватывая центр. Конь e2. Хотим сделать рокировку. c6. Пока что черный подкрепляю центр. Рокировка. f5. Дорогу слону открываем. Конь d2. Конь d7. c4. Прорыв в центре. Конь f6. Подкрепляю пешку на d5. Конь на хорошей активной позиции. Конь f4. Равная игра возникает. В этой позиции белые опять-таки будут стремиться к разменам. Играть на слабости противника. Возможно, они где-то пробьют на d5. И опять-таки создадут изолятор на d5. И, пользуясь сдвоенными пешками и изолированной пешкой в центре, белые будут стремиться перейти в эншпиль. И, соответственно, воспользоваться этими слабостями. Возвращаясь к коду слон g5. Основное продолжение все-таки считается конь e4. На высоком уровне это однозначно самое популярное продолжение. Потому что черные уклонились от сдваивания пешек. Напали на слона. И нужно отвечать достаточно точно. Потому что, скажем, если отступить на h4, можно нарваться на ход g5. И тут могут начаться большие проблемы. В случае слон g3, h5. Здесь уже развивается серьезная инициатива у черных. И, наверное, так играть не стоит. Поэтому после хода g5 играется f3. С ответными угрозами. Скажем, gh, fe, c5. Подрывая центр. e3. Подкрепляя пешку слона h6. Здесь возникает абсолютно непонятная игра. С хорошими шансами у черных. Поэтому отступать после хода конь e4 на h4. Не самое удачное решение. Слон f4. Сильнейшее продолжение. Слон уходит из-под боя. Берет под контроль поле e5. Прицеливается к пешке c7. И, в общем-то, слон просто становится лондонским. Здесь мы уже не боимся хода g5. Потому что находится сильнейший ход. Просто слон c1. Белые вызвали слабости на королевском фланге. Грозит ход f3, который нападает на коня, который защищает пешку. Грозит потом взятие пешки. И поэтому нужно играть h6, защищать пешку. f3, конь f6, e4. Ну, здесь позиция у белых уже поприятнее. Захватили центр. Прекрасная позиция. И неплохой процент побед. Поэтому, возвращаясь к ходу слон g5, конь e4, слон f4, все-таки играть g5 здесь, конечно, было бы плохо. Опять-таки, здесь есть разные продолжения. c5, основное продолжение, как на высоком уровне, так и на любительском уровне. Но с ходом d5, конечно, считаться нужно в любом случае. Это основное продолжение. Белые продолжают играть e3, в стиле лондонской системы. Если черные будут тоже играть в стиле лондонской системы, допустим, играть c5, то после хода слон d3 мы грозимся просто побить на e4. Снова сдвоить пешки. Поэтому конь отступает на f6, сильнейшее продолжение. Скажем, c3, подкрепили центр. Конь c6, конь d2. И на самом деле мы просто перешли в лондонскую систему с лишним темпом у белых. Потому что если просто разыгрывать лондонскую систему, конь на d2 не стоит. Поэтому это, можно сказать, выгодная редакция. Но не обязаны черные так играть. После хода d5, e3 они могут сыграть e6. Тогда все равно слон d3. Скажем, слон d6 с идеей, опять-таки, взаимного взятия. Конь e2, подкрепляя слона. Например, рокировка c4. Интересный прорыв в центре. Надавили на пешку, которая защищает коня. В большинстве партий применялся ход b6. С идеей поставить слона на большую диагональ, подкрепить центр. Например, рокировка слон b7. Ферзь c2. Надавили на коня. При этом где-то подвисает пункт h7. Поэтому h6 профилактика. Скажем, cd, ed, конь bc3. И здесь возникает интересная позиция, в которой у белых поприятнее и больше шансов на победу. Вернемся к позиции, когда конь сыграл на e4. Слон f4. Мы рассмотрели ход d5. Поговорим об основном ходе c5. Таким образом, черные подрывают центр белых. При этом пешка поддерживается конем. Что делать? Основное продолжение это играть f3. Прояснить ситуацию. С конем захватить центр. Ходом e4 возможно в дальнейшем. Две возможности у черных здесь сыграть. Это конь f6 и ферзь за 5. Ферзь за 5 считается сильнейшим продолжением. Потому что после хода коня f6 следует dc, ферзь за 5. С нападением на короля и на пешку. Пешка отыгрывается в любом случае. Конь c3, ферзь c5. Но после хода e4 мы уже видим, что белые опережают черных в развитии. И захватили центр. И сейчас последует ферзь d2, 3, 0. И отличная игра. Скажем, d6, ферзь d2, a6. С идеей где-то b5. Или просто взять под контроль поле b5, 3, 0. Конь bd7. Если конь bd7 не сыграть, а допустим сделать какой-то логичный ход e5. То после хода слон e3 здесь практически выигранная позиция у белых. Потому что большое давление. С темпом напали на ферзя. Линия d под контролем белых. И в целом пункт d5 тоже. Ну и в целом здесь подавляющая позиция у белых. И скорее всего черные здесь проиграют. Если после 3, 0 сыграть b5, атакуя на ферзьевом фланге, то последует сильный ответ e5. И опять-таки большие проблемы здесь будут у черных. Потому что линия d, конечно, очень-очень уязвима. Поэтому после хода конь bd7, например, g4. И возникает такая позиция, в которой у белых все равно поприятнее. Все равно интереснее играть за белых. И больше шансов на победу. Поэтому после хода f3 конь f6 ведет к не очень хорошей игре за черных. Ферзь a5 основное продолжение. Нам поставили шаг. Т3 нужно защититься. Конь f6 ушли из-под удара. И здесь опять-таки прозветвление идет теперь за белых. Это конь d2 сыграть или d5. Основной ход считается d5, но этот ход, который ведет к неясным позициям. И его мы тоже разберем в отдельном видео. Здесь черные отвечают ферзь b6. Атакуя пешку на b2, слон вынужден вернуться на c1, чтобы подкрепить пешку. e6 подрывает центр. e4 защищаясь. ed, ed, слон d6, допустим. Беря под контроль черные поля. Это основной ход по базе партий. Не удивляйтесь. Конь a3. С идеей на c4 перейти. Например, рокировка. Конь c4. Ладья e8. Король f2. Сомнительная возникает все-таки позиция. Король на f2 вряд ли себя чувствует комфортно. После хода ферзь c7, a4, взяв под контроль поле b5, чтобы конь стоял хорошо на c4, здесь возникает неясная игра с обоюдными шансами. Да, компьютер здесь оценивает позицию с плюсиком у белых. За счет того, что ферзевый фланг пока что не супер активный у черных. Но, тем не менее, определенный вопрос эта позиция за белых вызывает. И с королем на f2, конечно, тоже играть было бы не очень приятно. Поэтому после хода c3, конь f6, пока я вам предлагаю ход конь d2. Он очень интересный, заманчивый ход, который, в общем-то, достаточно понятный для игры. Его легко запомнить. Следует cd, основное продолжение. Конь b3. С темпом нападаем. Персть b6. Теперь нельзя забрать конем, потому что будет висеть пешка на b2. Две возможности, опять-таки, здесь у белых. Это побить, допустим, cd. В этом случае может последовать ход d5. Черные не уступают в центре. Скажем, e3 пока что просто подкрепляем. Конь c6, конь e2, слон f5. Это основной ход по базе партии. Конь c3. Интересный перевод коня. Скажем, e6, ладья c1. У белых поприятнее, много возможностей. Скажем, на логичный ход слон e7 находится интересный ход конь b5. Теперь висеть на c7. Нужно играть ладья c8. Тогда в случае конь d6 шаг, слон d6, слон d6. У белых два слона классная позиция. И долгосрочный перевес есть. А если ладья c8 не сыграть после хода конь b5, сделать, например, логичную рокировку, то после хода слон c7 большие проблемы здесь у черных. Скорее всего, они просто проиграют партию. Возвращаясь к ходу cd. Могли бы сыграть черные конь c6. Тоже равносильный по значимости ход. Вот e4, захватили центр, e5, ответный удар. Скажем, d, e, слон b4. Возникает, конечно, позиция тоже сомнительная, но, однако, допустим, черными так играл Борис Гельфанд. Ни много, ни мало. Слон d2, конь e5, отыграли пешку. Слон b4, ферзь b4, ферзь d2, ферзь d2, король d2. Хода перешли, форсирована в эншпиль. d5, прорыв в центре, f4. Прогоняем коня, конь c6, e5. Возникает примерно равная игра с обоюдными шансами. Опять-таки, игра неясная. И здесь шансы есть у обеих сторон. Но после хода конь b3, ферзь b6, ферзь d4. Тоже интересное продолжение. Если черные бьют ферзя на d4, следует cd, d5. Беря под контроль поле e4. Теперь e4 сразу провести не получится. e3, e6, допустим, g4. Белый захватывает пространство на королевском фланге. Конь c6, пока что развиваемся. Ладья c1, взяли под контроль пола открытую линию. Слон b4, шаг, король f2. У белых лучше здесь позиция за счет активности фигур. Пространство в центре и на королевском фланге. Черным же пока что еще предстоит решать вопросы с развитием. И в целом это очень выгодная редакция для белых. Но бить ферзя не обязательно. Можно сыграть конь c6. Тогда в этом случае может последовать ход. Ферзь b6, ab. Да, открыли линию а для черных. Но у нас есть за это хорошая компенсация. Находится интересный ход. Конь d4. Здесь черные могут, например, сыграть e5. Самый напрашивающийсяся ход. Но после хода конь c6, ef. Конь d4 вернулись. d5. Захватили центр. Скажем, g3. Хотим подорвать пешку. Слон d6. Теперь грозит уже взять себя пешки на g3. gf, слон f4, король f2. Беря под контроль поле e3. У черных два слона. Но, однако, при этом они имеют много слабостей. И играть эту позицию за белых поприятнее в любом случае. После хода конь d4 могли бы черные сыграть и конь d4. Тогда следует cd, d5 опять-таки с теми же идеями. Захватить центр. Например, e3, слон d7. Возможно, чтобы слон не попал на b5. Скажем, слон d3, e6. Конь e2. Слон b4. Шах. Король f2. Опять-таки, позиция на руку больше. За белых лади соединены. Слабости на ферзевом фланге у черных имеются. И эта позиция все равно долгосрочно поприятнее у белых, чем у черных. Вернемся в изначальную позицию. d4. Конь f6. Слон g5. Дебют Трамповского. Подведем небольшой итог. Интересный дебют на самом деле. И его прелесть в том, что, во-первых, мы избегаем всех основных теоретических дискуссий. При этом это корректный дебют. Получаются интересные позиции, которые чаще всего не знакомы противнику. И самое интересное, наверное, в этом дебюте то, что результативных партий здесь очень много. И ничьи практически не встречаются. В следующих видео мы будем разбирать другие продолжения. За белых и за черных тоже. А у меня на этом все. Спасибо за внимание. И до новых встреч. Ссылка на самостоятельный анализ будет в описании.